И здесь можно, кстати, массажные движения руками, рук, как раз, дельта, плеча, бицепс, трицепс, потому что это напрямую связано с состоянием грудного отдела. Хорошо. То есть мы аккуратно отсюда поднимаемся, поднимаемся. И следующий компонент, который мы рассматриваем, мы рассмотрели сейчас дископатии, это, давайте просмотрим, что мы дальше, спондилатоз. И по поводу дископатии я тоже еще хотела дать одно упражнение, которое, я считаю, достаточно нейтральным, простым. И, дорогие леди, даже те, которые любят лениться и поздно вставать, и вы лежите в кровати, вот пробудились, и хочется еще понежиться, вот такая техника. То есть мы сгибаем ноги в коленных суставах и разводим колени широко в рост, то есть к дельте плеча. Руки в замок и из этого положения, вот просто лениво покачайтесь. И это уже самомассаж, уже самомассаж широчайших мышц спины. В нем, я считаю, что он достаточно нейтрален, и в нем навредить себе, ну, фактически невозможно. Но здесь массаж почек, массаж внутренних органов происходит, вытяжение межпозвоночного пространства и самомассаж мышц между лопаток. Вот 5-4, медленно, и вот так вот убаюкивая свое тело, мы даже снимаем не только напряжение, но и какое-то вот нервное состояние, нервного зажима. Вот пока утро, пока есть возможность из положения лежа потерапевтировать себя, пожалуйста. Вот это упражнение, оно также подходит при миотонических факторах, да? Что такое миотонические факторы? Вот расскажи, пожалуйста. Мио, мио это мышца, зачастую мы чувствуем напряжение в каких-то участках, в группах мышц, и ощущаем это как уплотнение, да, и также это в мышцах спины может происходить, в каких-то отдельных участках, потому что там множество мышц, мелких мышц, больших крупных мышц, и также вот это упражнение, которое Катя показала, или уже на спине, оно подходит при миотонических болях. Вот те боли, которые находятся в мышцах, да, вот собственно это и есть миотонические факторы боли, они связаны, могут быть связаны с тем, что вот увеличение, вот может быть хроническое увеличение тонуса. Что это означает? Когда не занимаешься мышцной структурой, она и дервинеет, плохая трофика. Плохая трофика, и нету привычки, да, good portion, bad portion, вы можете увидеть вот на иллюстрации, да, то есть при привычке, конечно, привыкает тело, говорит, я вот выполняю упражнения, мне некомфортно. Ну, конечно, некомфортно, потому что мышцы, они привыкли к определенному паттерну движения, соответственно, определенные сегменты мышц, они будут спазмированы или привыкли сокращаться только в такой амплитуде. И в соответствии с этим мы занимаемся, какие методы йоги, это, собственно, есть тракции, да, тракции или по-простому это растяжки. Растяжки. Йога вообще не занимается растяжками или гибкостью, но, тем не менее, вот этот термин все-таки приходится. При этом йоги самые эластичные, самые гибкие. Ну, да, ну это как бы косвенный фактор со стороны, скорее, когда начинаешь заниматься практикой постоянно, здесь уже возникают более глубокие переживания, и здесь в большей степени идет акцент на самочувствие, на ощущение здоровья, на тонус, на состояние, эмоциональное состояние и измененное состояние сознания, да? Вот. Но если у тебя есть какой-нибудь комплекс, чтобы побаловать наших дорогих подписчиков на нейронические боли, то... Да, то есть мы делаем самые простые растяжки, которые доступны с нуля. Давай, очень хочу. А я тебе поассистирую. Угу. И здесь мы встаем в позу кошки марджориасана, ладони под плечевыми суставами, и сейчас мы мягко вытягиваем спину, то есть мы стараемся задействовать все сегменты, все отделы позвоночника, голова внутрь, вдох, прогибаемся, и выдох внутрь. И теперь мы ноги соединяем, кладем их на подъемы, и правую ногу вытягиваем назад, вдох, выдох внутрь. Мы растягиваем, асимметрично растягиваем, сжимаем, растягиваем мышцы вдоль позвоночника, и, безусловно, также ноги здесь задействованы. Да, вот это, кстати, очень важно, что мы работаем именно с ногами, поскольку это тоже длиннейшая мышца головы, переходит широчайшую мышцу спины, широчайшая в грушевидную, грушевидную в ягодичную, в заднюю поверхность бедра. То есть тело, фактически, это все одна мышца, которая разделена фасциями. И вот укрепляя бедра, мы, конечно же, улучшаем иннервацию позвоночника. Растянули, да, и аккуратно сгибаем ногу, сгибаем ее. Раджик-капатанасана? Да, да, раджик-капатанасана. И здесь мы пяточку, пяточка должна касаться таза, то есть мы не отводим ногу очень далеко. И опускаемся в плоск голубя. Ладно, вниз, в этом положении, вот это очень часто я даю при терапевтической работе со спиной. Многие индивидуальные клиенты имеют проблемы с позвоночником. Вот эта часть, да, целая группа, комплекс мышц. Квадрицепс, грушевидная, большая ягодичная и широчайшая. Да, все вытягивается. И мы здесь вот делаем несколько спокойных, плавных дыханий. Возможно, у вас не получится сразу вот так вот опустить таз вниз. Вот, вы можете что-то подложить под ягодицу, чтобы у нее была опора. Нет, дополнительный еще массаж происходит. Ой, как хорошо. Вот, и затем мы возвращаемся, здесь вот это комплекс, да, небольшой, то есть цикл упражнений. Снова встаем в кузу кошки, соединяем ноги и левая нога назад, выдох, плавные движения. Сколько ты рекомендуешь подходов? Пять, десять, если есть какие-то хронические состояния, давай, то это нужно делать, как нужно делать? Много или часто? Часто. То есть в течение дня десять, пятнадцать раз по одной-две минуты или несколько раз по десять минут. Тогда у вас это все пройдет очень-очень быстро. Вы как много? Друзья, скажите, что движение – это жизнь. Это же удовольствие. Как получить от жизни по максимуму удовольствие? Вот, мы наполняем вашу жизнь ритуалами, теми божественными ритуалами, которые дают нам возможность быть здоровыми и соединенными с телом. Поэтому, чем больше, тем лучше. Отлично. А я сейчас подберусь к Варе и дам такие парные техники, которые вы тоже можете взять на вооружение. Варя, как же мне нравится дополнять твои базовые упражнения своими массажными техниками. Родные. Вот эти широчайшие мышцы, они как рулончики. И вы эти рулончики вправо-влево, вправо-влево, вправо-влево разминаете. Вот такое хорошее движение. И я сейчас тоже еще свою вариацию покажу, которая также подойдет для людей с острыми болями в спине. Тоже из положения кошки мы встаем на четверинки, родные, и мы начинаем крестцом рисовать круг, зажимая мышцы таза во дна. И здесь происходит такое небольшое вытяжение позвоночника, улучшается кровообращение в тазовом дне, и за счет этого улучшается трофика тканей. Это то, о чем говорила Варя, то есть основное питание позвоночника. Поэтому, если вы вкустили пищу, не забудьте подпитать свой позвоночный столб. И теперь, поменяв направление движения крестца, мы рисуем восьмерочки. Подробно эти восьмерочки описаны в моем курсе, который так и называется. Йога-йони. Упражнения для таза во дна. Ну что ж, поехали. Против часовой стрелки 8 круг, 7 зажимая мышцы промежности, 6, 5 лопатки. Мягкие, чувственные, вторые движения у крестца. У нас здесь получается 3 скручивания. Тазовое дно работает, грудно-брюшная диафрагма, и грудная. Три, еще два, один. А как можно себя потерапевтировать в этом положении? Я сейчас покажу положение почти как в вариации бейби-пост час-варий, но чуть-чуть усложняю. Я просто фаланги пальцев приподнимаю наверх. И приподнимаю таз как можно выше. И здесь у меня тянутся подмышленные впадины как следует. Вытягивается грудина, происходит массаж внутренних органов и вытяжение межпозвоночного пространства. Вот такое положение. Варя показывала вам положение, где ягодичные мышцы прижаты к ахилам. Вот оно. Если вы чувствуете, что ваш позвоночный столб достаточно эластичен и он позволяет вам приподнять крестец, попробуйте приподнять. Если вы можете оторвать фаланги пальцев от пола, то есть ладони, упираясь фалангами пальцев, пожалуйста, сделайте это. Потому что здесь самые крупные наши лимфоколлекторы, когда мы поднимаем, у нас растягивается диафрагма, улучшается лимфоток. И за счет этого и ваша не только иммунная система прокачивается, мышечная структура, раскрываются все три, как я уже сказала, диафрагмы. Поэтому, любимые, практикуйте. Действительно, упражнения элементарные и, мне кажется, подойдут для любого обывателя. Хорошо. Я думаю, да. Следующий, заключительный, это спондилоартроз. Расскажи об этом немножко. Насколько мы уже рассмотрели строение позвоночника, позвонков, это касается межпозвонкового диска, то есть вот этого амортизатора. Уменьшение его высоты. Да, то есть это недостаточное поступление воды, недостаточное питание самого, собственно, диску. Это может быть еще возрастное изменение. Согласна, да, возрастное, но вот ко мне обратился ученик, достаточно молодой парень, 38 лет, он увлекается в тренажерке, качает железо. И он бодибилдер. И вот как раз он обратился, казалось бы, спортсмен до мозга кости. А вот такой синдром, пожалуйста. Да, может быть. То есть это какие-то индивидуальные уже факторы. А все почему? Потому что дергнеет мышечная структура, колоссальная нагрузка вот этого железа, нет хорошей йога-терапии, нет растяжки, нет вытяжения. И это приводит вот такой дисфункции. Да, то есть если вы сталкиваетесь с ситуацией, что ваш позвоночник достаточно жесткий, хуже гнется, то зачастую вот этот компонент, то есть не обязательно это будет какое-то серьезное заболевание, да, но это просто может быть уменьшение трофики питания. Соответственно, для того, чтобы уменьшить вероятность возрастных изменений в позвоночнике, да, это прежде всего гибкость на самом деле, гибкость позвоночника, мы выполняем разнообразные типы движений. То есть это постоянная регулярная практика и разнообразные движения. То есть динамика и статика? По типу нагрузки, да, это и динамика, и статика. В йоге это вья-ямы, то есть вья-ямы, да, вья-ямы это динамические упражнения, которые стимулируют суставы, в первую очередь. Которые стимулируют суставы, которые мы все знаем хорошо, потому что йога интегрирована была в нашу систему образования, и зачастую мы с вья-ямами сталкивались еще на физкультуре, на зарядке. Конечно, с детства. И мы можем сейчас вспомнить, и также я дам акцент больше из йоги, мы встаем, ноги широко. Так, чтобы тебя было видно на камеру. Давай я немножко поправлю, да, может быть. Да, чуть-чуть подальше вставай. Хорошо. И мы садимся вниз, раскрываем руки в стороны, и 90 градусов в запястье, раз, два, три. Ноги согнуты, я встала боком, без сильного прогиба в пояснице. Около 10 повторов, и затем мы делаем упражнение коромысла. Вдох, мы прогибаемся, и выдох, скругляем спину. Растягиваем широчайшие мышцы. Да, мы разрабатываем мышцы, а также поднимающие лопатку, и работаем с грудным отделом, с мышцами, связанными с грудным отделом позвоночника. Глубокий вдох, выдох вперед, глубокий вдох, выдох вперед, дыхание все время через нос. Я очень люблю это упражнение, делаю его каждый день, и рекомендую практически всем, потому что здесь мы работаем... Кстати, его хорошо можно использовать в офисе, на мой взгляд. Да, и мы работаем с ногами, мы работаем с ощущением опоры, и мы работаем с грудным отделом позвоночника. Я тоже сейчас дам немножечко практики, которая позволит вам также лучше осознать позвоночник. Мне очень понравилось то, что дает Варя, и я немного дополню. Мы встаем, ноги широко, на уровне коврика, на уровне плечевого пояса, ладонями мы упираемся в колени. И здесь плечевой пояс касается внутренней поверхности коленного сустава. Вот такое движение. Зажимаем мышцы таза во дна, здесь переносим из тела наверх, вдох, грудь наверх. На выдохе садимся, и плечи касаются внутренней поверхности коленных суставов, тазовое дно поджато. Вдох, пять, на выдохе, наверх, вдох, четыре, и продолжаем, три, выдох, взмах, удлиняемся, еще, два, и еще, и последний, один. Зафиксировали, теперь ладони прижали в пол, и в этом положении начинаем опускать таз вниз и поднимать наверх. И тем самым вытягиваем мышцы между лопатками. И пять, таз наверх, и четыре, наверх, три, прокачиваются бедра, два, и мышцы между лопатками, один. Дальше мы переносим из тела на колени, встаем на четвереньки, и добавляем вот такую суставную гимнастику на локте от себя 10 раз, вовнутрь 10 раз движение. И теперь движение, вытяжение боковой поверхности. Здесь у нас диагональные мышцы поясницы работают, соответственно, вытягивается межреберное пространство, да, удлиняется боковая поверхность. Опять-таки наши лимфоколлекторы, о которых я уже сегодня говорила и давала на них упражнения, обязательно родные, да. И дальше мы перекрещиваем фаланги пальцев, создаем вот такой купол, даже не купол, а назовем это ронд, круг. И я начинаю выталкивать грудину наверх и на выдохе. Посмотрите, как активно работают мышцы между лопатками. В этом, друзья мои, вся ценность. То есть круглая спина, грудина наверх, растягивается стенка брюшной полости, вся передняя висса. Снова круглая спина. И я и тазовое дно зажимаю, и грудно-брюшную диафрагму вытягиваю. И лимфотоки в подмышленных впадинах у нас растягиваются, то есть работают, стимулируются. Вот такое достаточно простое, опять-таки, упражнение, но интегрально прорабатывающее те мышечные волокна, которые отвечают за осанку и за интеллект тела. Замечательно. Хорошо. Родные, а вам удалось выполнить все те комплексы, которые мы сейчас для вас продемонстрировали? Если да, то поставьте свои плюсики, потому что мы очень надеемся, что вы тоже включаетесь в практику и свои божественные тела подпитываете телесными упражнениями. Вот, собственно, это то, о чем нам очень хотелось поделиться. Родные, и вот подводя итог нашему... Очень жарко. Да, здорово. И подводя итог нашему вебинару, хочется предложить вам такую уникальную скидку для того, чтобы ничто не, скажем так, ничто вас не останавливало в инвестиции в свое здоровье, в свою красоту и эстетику. Потому что осанка – это уверенность в себе, это и грация и изящество, это уверенность в обществе. И, конечно же, это ваше здоровье. Родные, поверьте, курс, когда мы его только сделали, его цена была 100 евро, это сейчас там 8 с чем-то тысяч, но мы специально сделали вот такую скидку в рамках тренинга, в рамках праздника. Для меня, Варя, всегда, когда ты приходишь, это большой праздник. Спасибо, я всегда рада принимать участие в твоем проекте. И таким образом я отпраздновала участие в Аре вот такой вот великодушной скидкой, только для того, чтобы вы наполняли свое тело. Потому что что такое 15 долларов? Даже урок, разовый урок йоги в группе стоит гораздо дороже. Да, вот взять какие-то центры, йога-центры, которые находятся в центре Москвы, занятие стоит где-то даже 2,5 тысячи, а здесь получается 980 рублей. То есть это ни о чем, любимый, и у вас будет целый месяц прокачки уникальных упражнений, каких именно, я вам сейчас подробно расскажу. У меня вопросы к... что? Что-то... я Варечку... мне нужно отпустить, моя родная. Я хочу тебя поблагодарить за то, что ты была. Спасибо, я очень рада. И поддерживаешь, я знаю, моих учеников внутри курса, и отвечаешь на вопросы, вы можете задавать их смело Варе внутри курса. И Варя даст вам хорошие рекомендации. Более того, вы можете всегда записаться к Варе на индивидуальную консультацию. И также пишите... В том числе онлайн. В том числе онлайн. Конечно, онлайн. И оставляйте заявки, я обязательно вас свяжу непосредственно с мастером. А сколько стоит индивидуальная консультация, что туда входит, я расскажу чуть позже, после того, как завершу ту тираду, которую планировал. А Варю я сейчас отпущу. Хорошей вам практики. Занимайтесь, выполняйте разнообразные движения. Пусть ваша осознанность, ваши знания увеличиваются, и ваше тело становится... Более гибким. Более гибким, более здоровым. Нервная система более устойчивой, более спокойной. Всех вам благ, хорошей практики. Я с вами прощаюсь. Ну что ж, пока-пока, родная. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!